Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше от Иваново, тем больше проблем. Жители Гаврилова-Пасадского района не на шутку встревожены. Не так давно они узнали, что детское отделение их центральной больницы решено было закрыть. Это уже общая практика в наших областных чиновниках. Закрывают больницы и заменяют их кабинетами врачей общей практики. В Юрьевском районе, в городе Юрьевец, уже закрыли детскую боль-клинику и предложили ездить в Киньшуму. Это, конечно же, решение, которое очень сильно отразится на здоровье маленьких пациентов. Совместно с коммунистами Гаврилова-Пасадцы решили докричаться до губернатора региона с главной городской площади. Митинг собрал более сотни разгневанных жителей района. Альтернатива ездить с больными детьми за много километров в Тейковскую районную больницу или в Ивановскую областную никого не прельщает. Что будет? Будет проблема, куда уехать. А ехать тоже далеко. Всякое может в дороге случиться. Все отменяется, все закрывается. Как будем жить, как будем выживать, не знаю. Все, как говорится, собрались здесь по такой просьбе, чтобы ничего не закрывалось. А тут еще, как назло, дневной поезд по направлению Иваново-Юрьев-Польский отменен. И хоть чиновники утверждают, что рейс не рентабелен, местные жители с ними не согласны. У нас и так на дорогах аварии. И еще будет больше аварий. Так зачем же поезд отменять и зачем же больницу отменять? Заедешь в больницу на автобусе, пока сюда-туда автобус уйдет. Что делать больному? Или повезутся роженицу в больницу туда? Или повезутся в какой операции? Как же так? Можно отменять поезд? За каких-то 100 километров возить больных? На митинге было собрано более 400 подписей за сохранение больницы. Отчаянные жители уже готовы на все. Ведь по слухам, хирургическое и терапевтическое отделение Гаврилова-Посадской ЦРБ следующие на очереди на закрытие. Наталья Романова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.